Добрый вечер! Мы продолжаем обсуждение греческого языка Нового Завета, и наш сегодняшний урок посвящен повелительному наклонению в греческом языке. Он соответствует 33 главе в учебнике Мауза. Повелительное наклонение довольно часто называют императивом. Как следует из самого названия, повелительное наклонение, оно чаще всего используется для повеления. Повелительное наклонение это сделай, скажи, покажи, строй, построй и так далее. Но нужно оттуда точнить, что не только, собственно, повеления, когда я кому-то приказываю, выражаются с помощью повелительного наклонения, ну и более широкий спектр значений, включая вообще просто некое волеизъявление. Например, когда мы молимся Богу и говорим, хлеб наш насущный, дай нам на сей день, вот это дай, формально, по форме, это повелительное наклонение. Но, наверное, было бы неверно сказать, что в этот момент мы повелеваем Богу, приказываем что-то Богу, мы просим Бога, используя форму повелительного наклонения. С помощью формы повелительного наклонения мы говорим о том, что мы желали, чтобы сделано было, чтобы случилось, и в каких-то случаях это может быть повелением, когда я приказываю кому-то, а в каких-то случаях это может быть и просьбой, когда я прошу у кого-то. Поэтому не слишком зацикливайтесь на этом вот слове, повелительное наклонение, и понимайте, что есть достаточно широкий спектр значений, связанных с волей изъявления. А в русском языке повелительное наклонение встречается только во втором лице. Я могу своему собеседнику и своим собеседникам сказать «сделай» или «сделайте». В греческом языке употребление повелительного наклонения чуть-чуть пошире, и в греческом языке возможно повелительное наклонение в третьем лице, то есть когда я выражаю некое желание не в отношении моего собеседника, но в отношении третьих лиц, чтобы они что-то сделали. Пусть он сделает, пусть они что-то сделают. В греческом языке вот эта вот идея тоже выражается формой повелительного наклонения. Повелительное наклонение первого лица нет ни в русском, ни в греческом языке, но если вы помните, когда мы обсуждали с вами сослагательное наклонение, то говорили, что сослагательное наклонение первого лица – это некий призыв к себе, ну или к себе и окружающим, чтобы что-то сделать. Давай я что-то сделаю, давайте что-то сделаем. Так что для выражения влеизъявления в отношении вот той группе, которой ты принадлежишь, в греческом языке используется сослагательное наклонение, а для выражения в отношении собеседника или в отношении третьего лица или третьих лиц используется повелительное наклонение. Ну и, собственно, мы начнем с обсуждения форм повелительного наклонения, как они выглядят в разных временах, в разных числах, и, как видите, что немного непривычно для нас, как для русскоговорящих, в разных лицах. Итак, формулу вы можете рассмотреть повелительное наклонение в параграфе 33.8, а в 33.5 дана такая общая схема образования повелительного наклонения для настоящего времени и для Ореста. Схема достаточно проста. Для настоящего времени – это основа настоящего времени, плюс соединительное гласное, плюс специальная морфема повелительного наклонения. Некоторые из морфем перечислены ниже, в параграфе 33.6. В Оресте форма образуется следующим образом. Основа Ореста без приращения, плюс образующее времени, плюс морфема повелительного наклонения. Основа без приращения – это должно быть уже для нас не привычно, естественно. Приращение встречается только в изъявительном наклонении, где Орест выражает не просто видовое некое значение, то есть факт действия, но еще и то, что это действие относится к прошлому. За пределами изъявительного наклонения всякая хронологическая привязка Ореста теряется, и Орест выражает просто видовое значение, такое неопределенного вида, что имеет место факт действия. В греческом языке повелительное наклонение в основном встречается в настоящем времени и в Оресте. Всего четыре случая в Новом Завете, когда оно встречается в Перфекте, мы чуть-чуть попозже на них посмотрим. И в настоящем времени повелительное наклонение предполагается, что повелевается осуществлять действие как некий процесс, и повелительное наклонение в Оресте означает, что повелевается просто действие само по себе, без указания на то, долго ли там, коротко, один раз, много раз, и вообще как оно должно происходить. Просто некое действие в целом предписывается. Так что к хронологии это не имеет никакого отношения, и когда мы говорим «повелительное наклонение настоящего времени», это не значит, что сейчас. Нет, повелительное наклонение настоящего времени мы должны держать в голове, всегда помнить, что настоящее время – это не время, а в хронологическом смысле это вид. Просто исторически сложилась определенная термонология в грамматике греческого языка, такое как «настоящее время». И нам уже поздно менять терминологию, она вошла во все учебники, во все справочники, во все словари и так далее, и мы вынуждены смириться с тем, что мы говорим о повелительном наклонении настоящего времени, о сослагательном наклонении настоящего времени, о причастии настоящего времени и так далее. Но все это не имеет никакого отношения к настоящему моменту. «Повелительное наклонение» – это повеление, чтобы был процесс, ну или там многократное, повторение действия, сослагательное наклонение – это опять-таки описание действия как процесса, причастие как процесса и так далее. В настоящее время предполагает не хронологию, а процессуальность. И аорис тоже предполагает не прошлое там какое-нибудь, как это было в изъявительном наклонении, а просто факт действия, описание действия как целого. Итак, в настоящем времени основа плюс соединительная гласная плюс морфема, в аористе основа плюс образующее времени плюс морфема. Но образующее времени есть только у первого аориста, если это второе аорист, то будет измененная основа плюс морфема. Как раз вот отличие настоящего времени от аориста мы определяем либо по морфеме, которое добавляется к основе, либо по изменению в основе. Что в результате получается? Итак, давайте мы просто пробежимся по парадигме и посмотрим, как выглядят различные формы повелительного наклонения. Первое лицо – единственное число. Настоящее время – лу-э. Э – это просто соединительная гласная, и в втором лице единственном числе никакого окончания нет, просто лу плюс соединительная гласная. Лу-э. Ну, или можете рассматривать э, ну, просто для запоминания, наверное, так попроще, как некое специальное окончание повелительного наклонения второго лица единственного числа настоящего времени. Третье лицо единственного числа – лу-э-то. Вот здесь вот это окончание – то, которое нужно заучить, конечно же, показывает, что у нас повеление в третьем лице, и переводится это, например, «пусть он делает», «он должен сделать», «вот я хочу, чтобы он это сделал», «я как-то приписываю, чтобы он это сделал». В русском нет точной новоаналога, точной формы, которая его передавала в это значение, и нам нужно использовать какие-то вспомогательные слова, как-то преобразовывать конструкцию предложения, чтобы выразить эту мысль. Следующее – множественное число второго лица. Лу-э-тэ. Здесь морфема повелительного наклонения совпадает с обычной морфемой изъявительного наклонения, и лу-э-тэ в форму, если вспомните, как выглядит обычный глагол изъявительного наклонения второго лица множественного числа, вы осознаете, что это уже знакомая привычная вам форма. Как отличить повеление от утверждения, то есть как отличить «вы развязываете» от «развязывайте», как повеление, по контексту. Как и всегда, с совпадающими формами мы ищем в контексте какие-то ключи, которые помогают нам возглядеть, что это именно такое. Ну и третье лицо множественного числа – лу-э-то-сан. И это окончание вы вряд ли с чем-нибудь перепутаете. Оно такое очень длинное, оно очень необычное. Оно сразу же вам помогает узнать третье лицо множественного числа настоящего времени повелительного наклонения. Оно как устроено в виде лу-э, соединительное голосное, то, такая же, как в третьем лице единственного числа, и еще сан, который вот как вот все удлиняет и показывает, что здесь у нас множественное число. Теперь, что касается аориста. Второе лицо единственное число – лу-сон. Сигма, здесь отобразующего времени у нас есть, и окончание он, которое нужно заучить. Пожалуйста, вот обратите на него внимание. В таблице морфем в параграфе 33.6 оно не дано, но вот здесь вот из парадигмы вы его видите. Третье лицо единственное число – лу-са-то. Лу – основа, са – образующего времени. И то – точно такое же окончание, как и в настоящем времени, но по образующему времени мы понимаем, что того лица, а не настоящее время. А второе множественное – лу-са-те. Опять лу – основа, са – образующего времени. Т – такое же окончание, как и в настоящем времени, но за счет са мы понимаем, что это аорист. Ну и если в настоящем времени, во втором лице множественном числе, мы могли перепутать форму повелительного и извинительного наполнения, здесь не перепутаем, потому что в аористе нет другой подобной формы, как лу-са-то. Лу-са-те, прошу прощения. И третье множественное – лу-са-то-сан. Вот это сато-сан, конечно же, очень хорошо бросается в глаза, и форму третьего множественного вы легко узнаете, правда, форма не очень часто встречаемого, конечно. Средний залог. Для настоящего времени формы, на самом деле, среднего и страдательного залога совпадают. Там нет разницы, как это ни было бы заявителем наклонения, ни во всех других наклонениях, так и здесь нет никакой разницы. И окончание здесь – лу-у. Вот дифтонг у является окончанием повелительного наклонения для второго лица единственного числа среднего залога. Опять-таки, этот дифтонг нужно заучить вот в таблице морфемов тоже нет, но просто вот заучивайте форму повелительного наклонения с помощью парадигмы. Просто отмечайте для себя лу-э, лу-сан, лу-у и так далее, чтобы потом, встретив эти формы, могли узнать. Третье единственное – лу-э-сто. И вот эту вот морфему 100 надо запомнить. Видите, морфему было в действительном залоге то, а морфема в среднестрадательном залоге 100. Ну, вот эта омега на конце и там, и там есть, ну и какая-то аналогия помогает эти две морфемы вместе запомнить. Лу-э-сто. Второе множественное – лу-э-с-те. Окончание э-с-те, опять-таки, стандартное окончание среднестрадательного залога. В изъявительном наклонении точно такое же. И опять-таки, по контексту мы выясняем, с изъявительным или с повелительным наклонением мы имеем дело. И, наконец, третье множественное – лу-э-с-то-сан. Видите, принцип формирования очень похож. В действительном залоге было лу-э-то-сан, а здесь лу-э-с-то-сан. Вот это т-ст друг друга заменяют, но если вот этот пава т-ст запомните, то вам легко будет заучить соответствующие морфемы и соответствующие формы. Аорист среднего залога лу-сай во втором лице единственном числе. Окончание сай вам уже встречалось в инфинитивах, и опять-таки можно задать вопрос, а как бы мне не перепутать инфинитив лу-сай и повелительное наклонение лу-сай? Как бы мне не перепутать, развязать и развяжи для себя. Ну, если как-то для себя, развяжись, может быть, даже в каких-то контекстах. Но по контексту все-таки развязать и развяжись достаточно сильно отличающиеся идеи, и поэтому контекст будет требовать либо такого, либо такого варианта, и вряд ли вы их перепутаете. Третье, единственное для аориста лу-сай-сто. Видите, это окончание сто, оно уже вам знакомое по настоящему времени. Тут лу-сай образующего времени и сто. Второе множественное лу-сай-сте. Сте, окончание стандартное для второго множественного среднего залога, и если оно в настоящем времени создало какую-то проблемную путаницу, в аористе за счет того, что есть са, никакой путаницы нет. Лу-сай-сте ни на что другое не похоже. Ну, и уж совершенно устроозное окончание, третье множественное, лу-сай-сто-сан. Но принцип образования понятный. Лу-привычное, са-образующее времени, сто-уже известное нам по третьему единственному, и сан-уже привычное нам по третьему множественному. Вообще, принцип хорошего заучивания, вот вглядывайтесь, как это все вместе конструируется. Видите, лу-основа, са-указывающая на орис, сто-сто, указывающая на третье лицо повелительного наклонения, и сан-указывающий на множественное число. То есть, как бы, как из элементов из кубиков, бах, все собралось, лу-развязывать, да, са-аорис, сто-повелительное наклонение третьего лица, сан-множественное число. Ну, пусть они развязывают там своих интересов, ну, или даже пусть они развязываются в каких-то контекстах, и такое возможно. Ну, я возвратное значение привожу, как некий перевод для среднего залога, но это нетипичнейший перевод. То есть, действие в отношении самого себя, это довольно редкое явление. Скорее, средний залог – это все-таки действие в своих интересах. Ну, возможно, да, в принципе, возможно, особенно для глаголов, типа, одеваться, мыться и так далее, когда средний залог вот прямо описывает действие, направленное на себя. То есть, для глаголов, где еще и лексическое значение, очень хорошо гармонирует с этим. Страдательный залог. Ну, нет смысла обсуждать отдельно форму страдательного залога настоящего времени, там просто с формы среднего страдательного совпадают. Мы обсуждаем форму аориста. Лу, Те, Ти. Еще одна морфема, которую нам нужно запомнить, Ти. Те – стандартный, привычный для нас суффикс страдательного аориста, поэтому Лу основного Те, указывающий, что это страдательный аорист, и Ти, указывающий, что это повелительное наклонение второго лица. Лу, Те, То. Лу – основа Те суффикса страдательного аориста, и ТО, уже привычное, знакомое нам окончание для третьего лица единственного числа, оно, например, встречалось в действительном залоге, и оно теперь встречается и в страдательном залоге тоже. Действительное страдательное, мы его отличаем по суффиксу Те. Второе множественное – Лу, Те, Те. Опять-таки, окончание Те нам уже известно по действительному залогу, и по суффиксу Те мы понимаем, что это аорист, а потом Те, Те. Лу, Те, Те. Прошу прощения, не всегда корректно произношу, не умею произносить предыхательный, но, по крайней мере, так, как и грек древний должен это уметь. В современном произношении вообще не изменились, но мы следуем разуму произношения, и там приходят Те, Те. Поэтому Лу, Те, Те. Вот, но Те – это суффикс аориста, Те – уже привычное нам окончание. И, наконец, третье множественное – Лу, Те, То, Сан. Опять же, вот эти кубики собираются Лу развязывать, Те – страдательность, то Третье множественное – Третье лицо повелительного наклонения сам указание на то, что множественное число. Все собралось вместе. И вот получилась такая форма. Пусть их развяжут. Ну, или как-то так вот. И страдательность, и Третье лицо, и волеизъявление – все это нужно собрать вместе. То есть вот эта формула. Вот, То, Сан – я высказываю некое волье изъявление в отношении Третьих лиц. Да, вот много. И они должны подвергнуться действию развязывания. Поэтому пусть их развяжут. Повеление – вот примерно так это можно перевести. Ну, вообще, и когда я собираю значения, пусть их развяжут, развязывать действия. Страдательный залог, значит, оно направлено на топор, на подлежащее, да, и повелительное рукояние, связанное с волеизъявлением. Вот это множественное число, все это собирается и дает. Пусть их развяжут. И формула Лу, Те, То, Сан тоже, видите, из элементов собирается и указывает, что это такое. Вообще, когда вы смотрите на формы повелительного наклонения, они, знаю, кажутся чуть-чуть беспорядочными, да, вот много разных элементов, все это стыкуются вместе, поэтому их запоминания, хотя морфем совсем немного, требуют некоторых усилий, но, пожалуйста, потратите эти усилия, и пусть небольшое количество морфем и форм вас ободрит. Э, второе, единственное, действительно, залога. Сон, второе, единственное, Аориста, ну, от настоящего времени и Аориста. Потом ТО, окончание, которое будет много раз встречаться и само по себе, и как элемент. Видите, Лу, Э, То, Лу, Са, То, потом в третьем множестве Лу, Э, То, Сан, Лу, Са, То, Сан, потом в страдательном Аористе Лу, Те, То, и в третьем множестве Лу, Те, То, Сан, поэтому вот это ТО, То бросается в глаза, потом Те во втором множестве Лу, Э, Те, Лу, Са, Те, и потом в страдательном залоге Аориста Лу, Те, Те, так что, опять же, вот у суффикс часто встречается, ну, и в суффикс этот известен вам еще по изъявительному наклонению, потом вот это вот Сан, добавляющийся во множественном числе, Лу, То, Сан, Лу, Са, То, Сан, в среднем залог Лу, Э, Сто, Сан, Лу, Са, Са, То, Сан, и Лу, Те, То, Сан, это Аориста страдательного залога, вот это вот Сан, оно как раз указывает на множественное число, теперь в среднем залоге Лу, У, вот это У нужно запомнить, Лу, Сань, нужно запомнить, ну, и запомнить, что не надо опутать с инфинитивом, и в третьем Лу, Э, Сто, То и Сто, вот эту вот парочку нужно запомнить, и так легко через это работать, и вот это СТ вам знакомо по второму множеству, Лу, СТ, СТ стандартное окончание в изъявительном упомянении, СТ, вот здесь СТ, вот здесь оно есть, ну, вот эти вот элементы, то есть просто потратьте какое-то время, как-то размечая их, сравнивая и так далее, собирая из этого что-то, чтобы в конце концов у вас эти формулы подтвердились, и эти формулы вы смогли узнавать.